Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня я приготовлю картошку в духовке под названием отмороженое. Почему же она отмороженная? Да потому что она будет некоторое время находиться в морозильной камере. Не относитесь к этому скептически, это очень вкусное блюдо. Лучше возьмите и попробуйте. Она не будет такая сладкая, как отмороженная. Потому что мы ее сперва слегка отварим, потом поместим в морозильную камеру, а потом запечем в духовке. Приступим! Вода закипела. Немного подсаливаем. И отправляем туда картофель. Сейчас картофель закипит. 5 минут варим. Выключаем, даем чуть-чуть остудиться, может минут 5. И отправляем в морозильную камеру на час. Засекаем время. Картофель у меня прокипел 5 минут. Я выключаю его. Достаю. В тарелочку перекладываю. Не разварился ничего. Сейчас минут 5 картошечка постоит, слегка остынет. И я ее уберу на час в морозильную камеру. Через час мы вернемся и будем продолжать работу с картошкой. Я достала из морозильной камеры картошечку. Она не замерзла, она просто холодная. Сейчас она у меня простояла. И теперь мне нужно запечь ее в духовке. На дно формы я добавляю немножко масла. Смазываю ее. Можно даже побольше. И перекладываю картофель. Картошечка у нас отваривалась, если помните, в подсоленной воде, поэтому солить нам не надо. Все, ставлю в духовку, разогретую на 200 градусов, минут на 40. Пока стоит картошка в духовке, ее иногда можно переворачивать, подходить. Вот такая замечательная, отмороженная картошечка у меня получилась. Очень вкусная. Она получается сверху такая корочка, а внутри она очень мягкая и рассыпчатая. Смотрите, видите, как она? А сверху корочка. Такая картошечка. Ой, горячая только достала. Очень вкусная. Сейчас попробовала картошинку. Я этот рецепт тоже делаю первый раз, поэтому он для меня новый. Сейчас попробовала картошинку. Это обалдеть! Я очень люблю картошку, но эта картошка очень вкусная. У нее такая структура интересная, что она получается действительно сверху в такой корочке, но когда ее разламываешь и ешь, то такое, она настолько рассыпчатая, что она превращается чуть ли не в пюре. Вот прям рассыпается. И вот эта вот корочка хрустящая, она придает ей еще более интерес. Я думаю, что если вы приготовите для своих близких такое блюдо, как гарнир, или даже для гостей, то вы удивите всех, как гарнир, оно и на праздничный стол будет очень шикарное. И на вкус картошка очень интересная, потому что она была в морозильной камере, и она приобрела такой очень приятный, интересный вкус. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до скорой встречи. И еще, если у кого-то найдутся такие же интересные, необычные рецепты, я буду очень рада, если вы поделитесь со мной, и я по вашему рецепту что-нибудь тоже приготовлю. Но еще раз, всем пока-пока, до скорой встречи.